Весна поступила, хочется выходить из дома, конечно, хочется оказываться в местах с другими людьми. И вот это достойнейший повод открытия выставки нашей выставки. Очередной, с одной стороны, фотовыставки, а с другой стороны, выставки особенной. Потому что эта выставка посвящена городу. По большому счету, конечно, главными действиями шменицами здесь являются, вернее, равнозначными действиями шменицами являются как люди, так и город Санкт-Петербург, который спечатлен, который является постоянным местом жительства Александра Петросяна и его полноправным героем, того, что мы видим на снимках. К сожалению, самого Александра сегодня нет. Он не смог к нам приехать ввиду своего огромной занятости, бесконечной череды мастер-классов и других мероприятий, на которые его приглашают, на которых он выступает в качестве, ну, с одной стороны, звезды российской фотографии, а с другой стороны, в качестве репортажного фотографа, у которого свой очень узнаваемый, особенный целкий взгляд и умение выхватить кадр. Ну, я думаю, что вы можете сами оценить это на снимках. Я, конечно, когда на них смотрю, у меня начинает рисоваться свой собственный Екатеринбург, мои в него... Я когда смотрю на эти снимки, у меня Екатеринбург сразу возникает, но нет, Санкт-Петербург, те поездки, которые были, все-таки это город, который может подарить как удивительные приключения, так и удивительную культурную жизнь. Мне кажется, что как раз на этих снимках оба эти контраста довольно ярко представлены, и я уверен, что каждый из вас свою историю может рассказать и дополнить, или поведать нам, глядя на эти снимки. Но об этом чуть позже, чуть больше скажет моя коллега Анастасия Дементьева. А я бы хотел еще в заключении поблагодарить всех тех, кто пришел на выставку, и наших партнеров, без которых эта выставка здесь бы не появилась. Это Центр документальной фотографии «Фотодок». Мы с ними делаем не первую выставку. У нас, если вы помните, был показ фотографии конкурса «Прямой взгляд» журналистской фотографии, был показ фото-выставки «World Press Photo» лучших снимков прошлого года, и мы продолжаем это сотрудничество под показом выставки Александра Петросяна. И будем продолжать в этом году, но об этом, конечно, чуть позже. Ну что ж, Анастасия, кроме этого, у нас есть еще несколько планов, которые мы хотим вам предложить. Всем добрый вечер, спасибо, что вы пришли. Меня зовут Анастасия, и сегодня мы бы вам хотели предложить на один вечер стать авторами, возможно, и участниками этой выставки. Я так полагаю, что многие из вас уже посмотрели фотографии, и у вас возникли свои интерпретации, но, что самое главное, свои названия для фотографии. Поэтому мы предлагаем вам вступить в такой интерактив, взять стикеры на стойке администрации, ручки и к полюбившимся фотографиям, может быть, к тем, которые вам абсолютно не нравятся, придумать название и приклеить стикер с названием «Рядом с ней». Это первое. А вторая выставка у нас будет проходить до 31 марта включительно, и мы придумали не то чтобы в рамках этой выставки, но эта выставка с тем событием, о котором я вам расскажу, очень сходится. Это мастерская исследовательского проекта, которую мы проводим во второй раз для ребят от 14 до 18 лет. Это такой пятидневный интенсив, где мы будем изучать город с разных сторон, и итогом этой мастерской станет выставка проектов участников в одном из пространств Ерцин-центра. Так что, если у вас есть друзья, племянники, дети и так далее, такого возраста, или вы сами, да, возможно, то, пожалуйста, присоединяйтесь к нам, и все подробности вы тоже можете узнать у наших администраторов. Спасибо, Анастасия. Спасибо вам. Давайте считать выставку открытой. Выпьем шампанского, поздравим друг друга. И, ну, я так в двух словах в нашем общем дружеском чате обозначил общий тон или настроение этой выставки как шампанское докадан с Санкт-Петербург. Ну вот, мне кажется, что это подобное. Давайте попробуем почувствовать. Спасибо.